Здравствуйте, дорогие мои друзья, уважаемые подписчики! Рад новой встречи с вами! И сегодня я хотел поделиться ситуацией, которая складывается в Казахстане и которую создает глава государства, президент Тукаев. Чем мы дальше уходим от немарских событий 2022 года, когда президент Тукаев издал приказ или отдал приказ правоохранительным органам стрелять на поражение без предупреждения. В результате действия этого приказа много гражданских людей погибло и особенно пострадал, конечно же, город Алма-Аты и жители города Алма-Аты. Продолжаются средственные мероприятия, люди объявлены террористами, власть делает хорошую мину при плохой игре и, как принято в народе, говорит, что время стирает острые углы и несколько притупляется боль тех событий и чем дольше эти процессы тянутся, тем не так остро будут восприниматься все процессы, которые происходили в январе месяце. И это работает на сегодняшнюю власть, которая отдала преступный приказ. Как я сказал, что власть делает хорошую мину при плохой игре, перекладывая часть своих функций на какую-то комиссию. А как оказалось, когда Тукаев давал интервью агентству Хабар, то он сказал, что я вообще никакого отношения к этой комиссии не имею. Есть вот такая Айман Амарова, которая активистка. Вот они решили собрать комиссию общественную и разбираться с этими вопросами. Что за общественная комиссия? Почему Тукаев от нее отмеживался? Какие функции взяла на себя Айман Амарова? Вообще мне непонятна эта ситуация. Как такое могло произойти? Как такое могло случиться? Если уж Тукаев хотел общественность привлечь к рассмотрению этого вопроса, как можно больше, чтобы народ доверял этой комиссии, а не правоохранительным органам, которые пытали, которые стреляли, которые сегодня заметают следы, то почему тогда Тукаев отмежовывается этой комиссией? В дальнейшем становится понятно, почему это все происходит. Вместо того, чтобы скрупулезно заниматься с каждым конкретным случаем, и должны иметь такие полномочия люди, которые занимаются вопросами, чтобы тут же по горячим следам принимать соответствующие меры, либо выпустить этого человека, как незаконно арестованного, моментально тут же, как разобрались, либо продолжить следствие действия, поскольку есть какие-то подозрения или есть доказательства, которые необходимо, установленные законом сроки, отработать до конца и доказать, что это действительно так, если нет, то этого человека за недоказанностью улик освободить, и что характерно, создаются все новые и новые комиссии, совершаются все новые и новые чудеса в Казахстане. Власть сегодня говорит, что у нас арестованы Карим Масимов, экс-председатель комитета национальной безопасности, Кайрат Садыбалды, племянник султана Назарбаева, которого обвиняют в подозрениях, махинациях, хищениях в Каз-Телекоме, Кайрат Бурамбаев, который также подозревается в совершении уголовных преследуемых деяниях, и сегодня объявили, что задержан еще один племянник Назарбаева, Ахмеджан Исимов, и также прошло сообщение о том, что еще один племянник, Нурбол Назарбаев, племянник Назарбаева, в розыске находится, но это негодяй еще тот, я его прекрасно знаю. Конечно, его надо найти, арестовать, но вместе с тем необходимо провести следственные действия по отношению к Нурболу Назарбаеву и к тем лицам, которые его крышевали. Но меня теперь поражает одно и удивляет одно. А где сегодня Масимов? В тюрьме ли он находится или не в тюрьме? Где Кайрат Сатабалды? Где еще один Кайрат? Кто, где, кого показал из этих людей, что находится либо в тюрьме, либо в следственном изоляторе? По проведению следственных мероприятий? Никто не показал, арестован ли Ахмеджан Исимов. Допускаю, что это имеет место в иллюстрации по-тукаевски. Я так полагаю. Если мы вспомним Украину, то там в соответствии с сектором брали ответственных чиновников и кидали в мусорные баки. Я против такой иллюстрации, как проходила на Украине в те годы. Но я против такой иллюстрации, которую придумывал Тукаев. Ведь что задумано? Какая-то комиссия созданная рассматривает, там министры какие-то, председатели комитетов, департаментов, рассматривает те или иные вопросы, к примеру, Карима Масимова. Но затем кулуарно, а может быть даже и общественно, вынесет комиссия вердикт о том, что вот мы рассмотрели все эти вопросы, это, это, это не подтверждается, это не подтверждается. И Карим Масимов подлежит освобождению, он чист. И он с этого времени становится действительно чистым. И доказательство, эта иллюстрация по-такаевски пришла буквально несколько дней тому назад. Я прослушал интервью одного ответственного работника на одном канале казахстанском, где он сказал, что Кайраце де Балде, оказывается, 28% КАС телекома, просто подарил государству. Ну, вот захотел и подарил. Значит, он уже не виновен. И завтра он будет освобожден, он уедет в Арабские Эмираты или еще в какую-то другую страну. И с тем капиталом, который он получил, честно, так сказать, в кавычках, заработал, без помощи на султана Назарбаева, такой великий бизнесмен, генерал, комитет у нас безопасности. А кто возместит тот ущерб, который нанес Сатыбалды государству? Кто ее возместит? И я думаю, что вот аресты этих родственников, близких Назарбаеву людей, это создает популизм Тукаеву, якобы Тукаев борется с близкими родственниками ближайшего окружения султана Назарбаева. Но все это абсолютно не так. Я сразу вспомнил, после того, как я посмотрел интервью этого работника, казахстанскому каналу, как я боролся с незаконной приватизацией КАЗ-Телекома. Приходит ко мне руководитель городского подразделения Министерства связи, акционерного общества Алтеба и говорит, наше структурное подразделение по городу Алматы ликвидируется, наше здание забирает КАЗ-Телеком, там будет размещаться КАЗ-Телеком. Я говорю, откуда ты это взял? Он говорит, что госком имущество приняло постановление. Мне по секрету сегодня сказали, что вот такое постановление принято. Я звонил госком имущество, тогда я госком имущество возглавлял Калмузаев, Сарыбай. Я говорю, Сарыбай, Султаныч, как это так? Вы принимаете постановление госком имущества, ликвидация акционерного общества, я ничего, каким городом не знаю. Он мне говорит, да, Баке, не волнуйся, успокойся, это все принято на высшем уровне, я просто исполнитель. Я говорю, если вы приняли такое постановление, вам придется его отменить. Он говорит, почему? Я говорю, потому что три месяца назад вышло постановление правительства, где сказано, что КАЗ-Телеком, правоприемник Министерства связи Казахской ССР и Казахстана, не имеет права ликвидировать территориальное объединение. Территориальное объединение, если это акционерное общество, может передать КАЗ-Телекому какую-то часть акций для руководства этим подразделением и создать такое управление КАЗ-Телекома с этим акционерным обществом. Я говорю, вам придется отменить, я не допущу такого, что вы хотите сегодня сделать. Это городское подразделение, городская собственность, коммунальная собственность, и вы не имеете права ей распоряжаться. Ну все, положили трубки, через некоторое время меня приглашают в администрацию президента. Приезжая в администрацию президента, там уже все собрались, кто заинтересован в этом вопросе. И госком имущество докладывает Каламрузаев. И так складывается по докладу, что вот один преступник Храпунов, который не понимает политику, и он сегодня против. Руководитель администрации президента, тогда был Абыкаев, говорит, Виктор, скажи, в чем дело? Я категорически против уничтожения городской структуры. Кастелеком, да, должен быть на уровне государства, нет проблем, занимайтесь, действуйте, помещение, ищите помещение. Много министерств освободилось. Так что я говорю, категорически против того, чтобы уничтожать наше подразделение. И потом, говорю, вышло постановление, которое запрещает поглощать структурные подразделения территориальные, а подразумевает только передачу какой-то части акций для того, чтобы было единственное руководство, единое руководство по Казахстану, Кастелеком. И все, проблем никаких нет. Пожалуйста, в таком случае я готов работать вместе с Кастелеком и с госковым имуществом. Ну, мне сказали, хорошо, мы подумаем, вы свободны, я ушел к себе. И через буквально несколько часов раздается звонок, звонит мне снова рукой Талтеба и говорит, Кастелеком пришли вице-президенты Кастелекома, и говорят, вот все, мы занимаем ваше помещение, вы должны освободить, я приехал туда, да, пришли первый зам руководителя Кастелекома, зам руководителя Кастелекома, я говорю, состоялось совещание укрытого администрации президента, решения еще нет, вы должны уйти отсюда. Ну, они согласились, ушли, раздается снова звонок, и говорит, пришел глава Кастелекома, размахивает постановлением правительства, госковым имуществом и говорит, мне ваш Аким не указ, вот у меня постановление госковым имущества, давай, собирайся, уходи отсюда, твой кабинет занимаю я, мои замы займут кабинеты твоих замов, и чтоб вас тут не было. Тогда я позвонил генералу и даю поручение, пошли на ряд полиции, там происходит захват нашего здания Кастелекомом, это здание наше, коммунальная собственность, я не согласен с такой постановкой вопроса, генерал послал туда подразделение, они выдворили этого руководителя Кастелекома оттуда, и я дал поручение поставить там пост вооруженный и никого не пускать, кроме работников Кастелекома, Альтеба. Ну, где-то в течение недели вроде бы все так продолжалось, нормально двигалось, работалось. Вдруг звонит мне министр МВД, тогда был Сулейменов, Корбек Шанч, и говорит, Виктор Иванович, ты, пожалуйста, сними там вооруженную охрану, зачем такое противостояние? Ну, наверное, вы, мои зрители, подумаете, чего-то гонит Храпунов, министр бы стал упрашивать Акима снять подразделение, охрану, он бы дал команду, в один миг сняли, но не мог он тогда снять. В этот момент времени, как раз был такой период, когда не хватало финансовых ресурсов в республиканском бюджете, не соблюдалась численность полицейских штыков в том или ином подразделении, потому что нечем было платить заработную плату, было разрешено на местах Акимам создавать муниципальную полицию подразделения за счет местного бюджета, и тем самым доводить до нормативной численности число полицейских по тому или иному региону. Я говорю министру, я людей снимать не буду, поскольку есть поползновение, захвата моего здания, а без связи город Алматы жить не может. Тогда мне спокойно говорит, сейчас я пошлю спецназ, они в один миг снимут твоих полицейских, и я их еще арестую и привлеку к ответственности. Я говорю, в таком случае я подниму народ, и посмотрим, кто победит, вы или я. Но разговор у нас закончился, и дня через два меня приглашает к президенту. Он так ласково со мной говорит, вот, Виктор, мы привлекаем инвестиции, вот такие-таки вопросы, я работаю, ищу эти инвестиции. А в этот момент времени, ну, 40% акций были проданы корейской компании, ну, тоже было все так, шито, крыто, сделано, не публично, ничего, и корейская компания обещала там 2 миллиарда долларов внести в развитие КАС-телекома. Но на этот момент времени компания попала в очень тяжелейшую ситуацию финансовую корейскую, потому что Корея попала в свой кризис очередной, и компания сказала, что она отказывается и не может инвестировать в КАС-телеком. И он мне говорит, вот видишь, ну, Назарбаев говорит, вот видишь, корейцы ушли, теперь мы заманиваем Дойчу-телеком, они вообще в первоначальном варианте согласились 4 миллиарда долларов принести на развитие связи в Казахстане. Что, ты разве против этого вопроса? Я говорю, ну, Станбич, я не против этого вопроса, но я хочу, чтобы сделали все, как требуется в соответствии с подставлением правительства. КАС-телеком создали, нет проблем. Найдите здание госкому имущества КАС-телекому. Если КАС-телеком должен вести единую политику и должны каким-то образом влиять на территориальное подразделение, в подставлении правительства записано, часть акций передать КАС-телекому, в такой ситуации, я не против, пожалуйста, и пусть приходит хоть Дойчу-телеком, хоть кто, и все эти вопросы решает. Ну и поговорив с султаном Назарбаевым, он мне говорит, ладно, ты давай не упирайся, мы сейчас вот Дойчу-телеком пригласим, если согласится на таких условиях, которые мы предлагаем, то хорошо, пусть работают. Не согласится, мы все отдадим тебе назад. Я говорю, нет вопросов, вы президент, я вам доверяю, вы так сказали, так оно и будет. И вот после этого, когда я смотрю интервью бывшего руководителя КАС-телекома, и он говорит, что 40% акций так и не вернули государству, а вот 28% акций КАС-телекома, которые каким-то образом попали к Сатыбалды, к Айрату, он в качестве подарка правительству подарил назад. А вот где 12% еще тех, которые, акции, которые продали мы корейской компании, бывший руководитель КАС-телекома, говорит, я не знаю. И я сразу понял, как, ну, султан Назарбаев и Ежи с ним обманывали нас, руководители регионов. Зная, что эти акции уже у племянника, у Сатыбалды Кайрата, он мне говорил такие вещи. И вот с того времени, по сегодняшний день, эти акции находились у Кайрата Сатыбалды, и он колоссальные прибыли вытащил за пределы нашего государства из связи Казахстана. И сегодня, подарив эти акции государству назад, он уже будет люстрирован Тукаевым и его комиссией. И он будет освобожден от ответственности. Я категорически против такой люстрации этих людей. Если уж мы сегодня предъявляем им претензии, то мы должны четко говорить, что каждый должен поднести свою ответственность. Да, я понимаю, что президент страны может принять, ну, сейчас он указ, имеющий силу закона принять, не может. Но он может принять указ и дать поручение, отработать все вопросы, и, может быть, дать поручение подготовить в порядке законодательной инициативы закон, который бы позволил провести ревизию процесса разгосударствления государственной собственности и ее приватизации за период там с 90-го года по какой? Когда последний этап приватизации закончился? Наверное, поручить ответственному работнику Генеральной прокуратуре, чтобы была организована вся вот эта работа, созданы были соответствующие, может быть, специальные подразделения, комитет, который должен был проверить все эти вопросы, комитет должен быть наделен соответствующими полномочиями и по окончании работы этого комитета на какой-то период создать комитет, который проверил буквально каждый пункт, поскольку я уже приводил вам в пример очень тревожной ситуации, когда продавали экибастус уголь, когда я, министр энергетики, оказался практически в таком состоянии, что я не мог принять решение, не мог даже вето наложить на то, чтобы вот таким вот образом блаватнику продали экибастус уголь. И вот этот бы комитет проверил весь процесс разгосударствования и приватизации этой собственности, выявил все нарушения, после этого соответствующая комиссия могла бы рассмотреть наши затраты, которые мог понести Казахстан в связи с приведением в первоначальное состояние всех этих составляющих разгосударствования, потому что там уже наверняка перепродали одна и другая компания, третья компания, уже появился, наверное, добросовестный покупатель, которому придется компенсировать все эти вопросы. И вот эта бы комиссия рассмотрела все дела и сказала, вот эти вопросы для нас, они обязательны, мы должны вернуть лоно государства, вот эти вопросы незначительные мы должны оставить так, как оно есть, вот эти судебные дела мы должны рассмотреть в суде. Да, там мы понесем затраты, но мы выиграем вот такую-такую-такую-такую-то сумму, государство получит то-то, 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 и начать новый процесс разгосударствования и приватизации уже по рыночной стоимости всех этих компаний, акций и так далее. Вот это было бы правильно. Я думаю, что, да, нет сегодня доверия Генеральной прокуратуре. Такую уж систему выработал режим Русултана Назарбаева, продолжает систему Тукаев. Создает какие-то общественные комиссии. Вот взял 19-го, 12 июня 2019 года создал так называемый Национальный совет общественного доверия. и сказал, что вот я полагаюсь на этот общественный совет национального доверия, что они вот такие-то ребята там, но все категории граждан учтены и так далее. Народ поверил и сказал, да, будет такой совет. Он начал работать. И что он сработал, этот совет? Да, Тукаев получил 8 карманных депутатов парламента. Из числа членов этого совета 8 человек были избраны на последних выборов в Мажолис депутатами. И они сегодня благодарны Тукаеву и будут голосовать по любому вопросу за Тукаева в этом парламенте. А Тукаев сегодня заговорил уже о Курултае. Уже этот Национальный совет не интересует. С такой постановкой вопроса, с такой политикой, когда эти все общественные советы, хотя там написано, что две трети в этом совете должны быть общественности, и что эти общественные советы выносят какие-то вердикты, протокол пишут, или какое-то заключение пишут, передают его исполнительным органам, и эти документы должны быть обязательны для исполнительных органов. Ну, дорогой популист-президент Тукаев, ведь сегодня власть вершится другими способами в Казахстане. И ни в одном порядке вершения власти в Казахстане не прописано ни одного закона или нормы о том, что вот эти решения совета или доводы совета должны быть обязательны для исполнительной власти в Казахстане. Так для чего тогда эти советы плодить? Эта власть, она уверенно катится на четырех колесах, зачем там пятое колесо нужно в телеге? Нет. Ни в коем случае нельзя подменять сегодня властные органы, которые обязаны, кровно обязаны исполнять все, что положено и необходимо делать народу Казахстана. И со стороны президента, правительства, министерств, Акимов и так далее должна быть четкая контроль и отслеживание выполнения добросовестного всех этих обязанностей со стороны исполнителей, если исполняют, гнать в шею, набирать новых людей. Только тогда народ поверит власти, поэтому, дорогие мои друзья, уважаемые подписчики, вот я раскрыл вам то, к чему сегодня стремится Тукаев. Первое, это освободить всех родственников Насултана Назарбаева от ответственности, сделать непокисновенным Насултана Назарбаева, и как он его связал с Ататюрком в своем выступлении на первой сессии, ну это ни в какие ворота. Насултан Назарбаев ограбил страну, законы принял, которые узаконили культ личности, такого еще не было в мире нигде. Что он сделал? Государство, республика Казахская СССР уже было. Все органы управления, все органы власти были созданы. Да, героические усилия приложил Насултан Назарбаев, чтобы захватить единоличную власть в Казахстане, ограбить народ Казахстана, позволить обогатиться членам семьи Казахстана, ближайшего окружения. Вот с этим необходимо бороться. Президент Токаев, популист Токаев. Но сегодня, когда я сейчас готовился к этому выступлению, я еще раз посмотрел все те моменты, которые были связаны с январскими событиями. вы посмотрите, сегодня из интернета все поисчезало. Сколько было всякой информации. Потому что эта информация была против Токаева, против власти. И прошу вас, уважаемые друзья, подписчики, поддержать меня в этом вопросе. Я еще раз подчеркну, эти все комиссии, это мертвым припарки. необходимо переходить на прямую народную демократию. Еще раз заявляю, если необходима моя консультация, я готов на определенных условиях приехать и развернуть эту консультацию. Спасибо вам за внимание. До новой встречи в эфире. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...